2024 год начался сотым по счету выпуском проекта «Современники». Красивую цифру решили отметить небольшими итогами. Их ведь подводят не только в конце уходящего, но и в начале нового года. Какие герои вызвали наибольший отклик у телезрителей, предлагаем вспомнить вместе. Здравствуйте, инспектор ГИБДД. Меня зовут Борис Андреевич. Сегодня акция «Цветочный патруль». Сотрудник госавтоинспекции Петрозаводска Борис Патрашкин рассказал о поручении президента страны прийти к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. Задача амбициозная. Что можно сказать сегодня о количестве аварий погибших в них в Петрозаводске? Идет ли на убыль величина? Эти вопросы мы задали нашему герою. Любопытно было также узнать, как чувствует себя во время передвижения в автомобиле дочь сотрудника ГИБДД. У вас маленькая дочь. Да. Я хочу быть для нее главным примером, наверное, в ее жизни. Порядочного отца и сотрудника полиции. Вы когда готовились к рождению в числе тех необходимых вещей для ребенка, которые покупают обычно родители, было автокресло? Да. Я посещал и консультации, и у меня появилось желание прийти в форме на эту консультацию и до будущих мам донести вот эту полезную информацию безопасной первой поездки ребенка в автомобиле. И я уже на собственном опыте рассказал, с какими я сложностями столкнулся, да, и о чем нужно позаботиться вот о будущей маме вот при осуществлении вот этой первой поездки малыша. Дочь сотрудника ГИБДД спокойна, наверное. Спокойна, да. С учителями в прошлом году съемочная группа нашего проекта встречалась, пожалуй, чаще, чем с представителями других профессий. Ушедший 2023 был годом педагога и наставника. Его миссия – признание особого статуса педагогических работников. Мы пообщались, к примеру, с учителем английского языка Петрозаводской гимназии номер 17, призером Международной олимпиады для учителей-предметников «Профи-2022» Мариной Долинко. В начале урока Марина Дмитриевна использует фразу из своего школьного детства «Who is on duty today?» – «Кто дежурный сегодня?» – и мы спросили, почему. Но, пожалуй, главный вопрос, который мы задали нашей героине – правда ли, что ученики гимназии номер 17 успешно сдают ЕГЭ по-английскому, не занимаясь дополнительно с репетиторами? Вот здесь у меня вопрос возникает, для чего родители нанимают репетитора. Возможно, кому-то нужно просто помочь ребенку организовать его время. То есть и такие случаи бывают. Что касается нашей школы и нашей программы, ну вот давайте подумаем. В начальной школе у детей 4 часа английского языка в неделю, с 5 по 9 класс 5 часов английского языка в неделю. В старшей школе, если это углубленное изучение, то это 6, плюс, возможно, какие-то элективы, дополнительные занятия. То есть вполне достаточно, чтобы сдать экзамен. Вот думаю, наверное, так. Это правда, да, получается? Ну, получается, да. То есть я не могу говорить за каждого родителя, за каждого ребенка, но я считаю, что материала вполне достаточно, чтобы не прибегать к каким-то дополнительным услугам, в том числе и репетиторов. Ребята, которые сдают, и если они потом пишут или приходят, говорят спасибо, что благодаря мне, другому учителю я поступил туда, то это как раз показывает, что именно школа дала те знания, которые были необходимы, чтобы сдать экзамен. Учитель года Карелии 2023 Алексей Бокин удивил нас своей любовью к Гарри Поттеру. Оказывается, книги Джан Роулинг могут быть полезны на уроках физики. Есть такое выражение. Если хочешь, чтобы весь мир был магией, не учи в школе физику. Да, то есть действительно иногда кажется, что если ты не изучаешь физику, то весь мир для тебя кажется магическим. Я сторонник того, что я изучаю физику, и мне все равно удается видеть чудеса, мне удается видеть красоту вне зависимости от того, знаю я физику или нет. Ведь мир прекрасен. Он также прекрасен, и он настолько же уникален, как и эта вселенная. Потому что действительно Джоан Роулинг очень серьезно подошла к написанию произведений, и есть даже некоторые переклички с астрономией. К примеру, мы знаем, что один из героев произведения Гарри Поттера был крестный отец Гарри Поттера, Сириус Блэк. Он был анимагом, он мог превращаться в собаку. И вот возникает вопрос, а почему у него имя Сириус? Джоан Роулинг мне просто так дала ему это имя. Потому что звезда Сириус является одной из звезд созвездий Большого Пса. И он анимаг Пиос. Вот вам интересный факт, пожалуйста. То есть у нее все продумано. И даже заклинания, которые произносят там участники, тоже люмос, от слова люминесценция, свечение и так далее. Ну, мне понравилось, и, конечно, меня это заряжает. Это творчество. Нет более творческих наук, чем физика, химия, биология. Я в этом убежден. Потому что придумать на ровном месте целую теорию, а дальше ее внедрить и доказать ее справедливость, это надо быть очень творческим человеком. Сестры-педагоги Мария и Ольга работают в школе-интернате номер 23 Петрозаводска для слабовидящих и незрячих детей. Одинаковые голоса сестер поначалу обескураживают учеников. Как определить, кто есть кто, когда ты не видишь совсем или видишь плохо? Дети пытаются справиться с помощью педагогов не только с этой трудностью. Ученица, которая уже 30 с лишним лет, и она когда видит нас или пишет, вот она пишет письма нам, и она всегда говорит, а вы помните, Ольга Анатольевна, а вот вы то-то для меня сделали, а Мария Анатольевна мне же сводила в салон, мне уши прокололо. Вы же, вы помните, то есть 30 лет, это для ребенка яркие воспоминания, или там придет, она говорит, вот вы помните, вы меня научили р-р-р-говорить, я говорю, помню, она говорит, так вы меня от всех комплексов избавили, я после этого петь захотела, я перестала стесняться. То есть они настолько благодарны и несут это через всю свою жизнь, что мне кажется, ну не для всех ребят это характерно, да, наши ребята в этом плане особые. Вот так они такие, как все, и надо относиться к ним таким, как всем. В Карелии, как и в других регионах России в конце 2022 года появилось движение первых, его еще сравнивают с пионерией. В нашей республике отделение российского движения детей и молодежи, РДДМ, возглавил Владимир Максимкин. Владимир не был пионером, но попытался объяснить, чем движение первых отличается от детской организации времен Советского Союза. Мы, в свою очередь, спросили о том, что делать, если ребенок не стремится вступать в новое движение. А если ребенок, вот его любят в семье, он хочет просто жить, любить, дружить, там, с собакой гулять, не хочет он в конкурсах участвовать, почему его нужно вовлекать? Ну, здесь не очень такое подходящее слово «нужно». Вы сами сказали «нужно вовлекать». Нет, это тех, ну, я даже... Хорошо, ладно, я имел в виду, может быть, тех, перед которыми нет примера какого-то положительного. Вот я об этом. Может быть, ребята, которые, не знаю, у нас в трудной жизненной ситуации находятся. Те ребята, которые могут вот еще немного и какое-то правонарушение совершить. Да, вот чтобы была профилактика таких, не очень здоровых для общества, историй. Вот только именно для этого. Вот. А если, как вы сказали, просто хочет делать добрые дела, вот молодец он, значит. Он, значит, первый, все с ним хорошо. Мы вспомнили лишь некоторые выпуски проекта, которые вышли в 2023 году. Целиком их можно увидеть на нашем сайте. Мы продолжим вас знакомить с новыми героями, нашими современниками. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok